мужики всем привет с вами санек до товарища заехал камаза ремонтирует надо вот тут крепление вот одно не вот одно второе и вот здесь вот 3 3 она здесь восьмерки здесь вроде бы якобы под десятку хотя уже уже наверно сомневаюсь что здесь десяточка знаете почему потому что начал девятым сверлом пробивать вот она не идет поехали мы там заусенца было поехали короче сейчас купили вот такие вот круглогубчики потому что пинцет не взял я с собой и сейчас буду доставать оттуда одну интересную штуку витя ты сейчас охренеешь чё здесь торчит но я уже практически посмотрел вот и придешь и посмотришь короче что сюда засандили засандолили чтобы вот как-то не знаю решить эту проблему видать там резьбу сорвали ну сделали немножко по-своему вот поэтому вот здесь одно сверло по дереву купили по металлу уже я просто дни дома мне это все дома есть здесь в поле можно сказать ничего нету достаем 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 вот так вот берем снимаю видосик поэтому не материмся и достаем вот так тянем 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 а тут что у нас это пружина я просто засандоли только компенсировать и рассверлили его и компенсировать вот эту всю фигню а думать что она не чего она не сверлится а потом чтобы не болт за закрутить вот поэтому здесь тут даже десятка мне кажется не поможет тут как минимум на уже на 12 в общем прошелся десяточкой 125 вот помогает это приблуда который отдел да кто смотрит канал знает вот на такой дели няшки очень удобненько вот таким вот образом было пройтись оказывается была здесь резьба вот вот здесь и уже нарезали но ее сорвали там еле-еле душа в теле поэтому пружину кого воткнули пытались как-то вот сделать крепление вот все ерунда сейчас едем опять ко мне домой я беру одиннадцатое сверло или десять с половиной рассверливаемся до 12 нарезаем резьбу двенадцатую точу гужончик вот сюда под восьмерочку такую же вот как и здесь то есть мы закрутим посадим на фиксатор резьбы скорее всего вот уже он этот закрутим потом все это выкрутим весь все покажу как это делается элементарно просто подлечь им так сказать мы только что топливную еще раз повторюсь там аппаратуру подлечили а это ерунда так вот такой болтик на 12 автомобильный буду использовать в качестве так называемого гужона резьба уже есть сейчас его торцану и все на 8 просверливаемся нарезаем резьбу говорится вперед из песни протачивать буду сейчас вот и просверливать с накрученной гайкой я уже так делал не один раз очень удобненько навинтим зажал все торцуем сверлим никаких говорится проблем так получилось торцануть не знаю видно не видно но я думаю видно все сейчас сверлим ся и все так ну обрезал болт от него чего осталось вот такой себе он туда вот такой ужончик нам нужен вот такого размера сейчас чтобы он зафиксировать не за резьбу все-таки в тисы до 2 гайки между собой контрю через гайки зажимаем и уже нарезаю резьбу такую какую нужно а это у нас восьмерочка шаг 125 так ну так вот даю и оператору все долго поближе финишным двумя прошел вот прошел первым номером вторым номером сейчас идут третьим номером второй горячий капец самым помазал пищит но лезет вот такой крепенький очень помогает тут самодельно в это штука это уже финишный как говорится финальный ну все говорится тревожный чемоданчик готов еще вырезали вот такую вот пластиночку шестерочка блин еще горячие 22 коронкой за сверлено сейчас покажу куда это будет ставится тоже нужная штука соответственно гужончик наш вот такой вот с резьбой здесь м 12 125 там м 8 125 фиксатор резьбы взял на засадим на красный обезжирим соответственно сразу вот как-то так и посадим на красный фиксатор ну все чемоданчик кстати вот шел с этим зверюй вот так вот не хочет застегнуться вот его все погнали взял свой инструмент ну и здесь мечики сверло не то вот это все сейчас засверливаемся но здесь на 12 шаг 125 на фиксатор резьбы красный перед этим конечно же все обезжирим ацетончиком ты засадим на луха кстати вот думаю можно забрать пока хозяин не видит камазовский на колью 70 прям вот так его стоишь сам процесс сам процесс сверлышко специализированные так снимай наслась бы не просверлить отлично все это все уже я вижу что мы дошли до нужного ну давай замерим сейчас станет вот лично все можно еще чуточку то есть на вот лично все можно еще чуточку то есть на все теперь нарезаемся так запись пошло вот мы причин дали на которую я уже показывал из удлиненной гайки здесь чтоб не выпадала болтик мечик 12125 первый номер потом второй для таких вот мест специальный дел для того чтобы было удобно подлезть ну теперь снимай сюда вот вот такой ключ вот это что такое как называется головка коллектор коллектор и не мешает все погнали нарезать резьбу алюминий без смазки без ничего режет быстро и без закусов чего чугун это чугун такой чугун ты чугун алюминий какой-то чугун реально почему так ужин россия матушка а еще мы сделали одну фигню сейчас покажу сразу же сразу же там дома в мастерской потому что тут в поле как бы вариантов немного потом это продуем я думаю да продуем все дошли до конца того с ними вот сюда рычаг на фри сколько вместо не лазит кадр офигенский это ключ вареный из двух элементов один удлинитель один г-образный сварим и получилось вот такая очень удобная все ставим сейчас упа другой метчик финишный это колесные болты 125 на 12 вот режу подаковские ступицы раз вот они и пригодились не можно было полторашечку шам вкрутить ну решили помельче я думаю держать будет покрепче вот все она до конца все убрали удалили все чистенько при помощи капельницы со стеклоочистителя все сейчас там обезжирим уже он где-то должен чеком сейчас его тоже чистим обезжириваем мажем фиксатором резьбы вот и вот сюда его завинчиваем завинчивать будем через болт сначала сейчас его проверим конечно вот сейчас болт накручу сначала сюда потому что все еще за сам долю потом их хуже будет доставать есть болтик и вот так вот закрутили болта немного на нем гаечка короче законтрили сейчас вот таким вот образом головку одеваем вот этим же ключом вот этим заворачиваем для удобства проверить глубину так сказать может его нужно подрезать а может быть за сверлиться и и этот самый ну хорошо идет так вот так вот мы его сейчас завинчиваем проверяем до гайки гайка как раз ограничение все резьбы хватает здесь 2 и 8 28 миллиметров 2 сантиметра 8 миллиметров этого гужона кстати мы его здесь тоже обезжирили пока закручивали туда-сюда поэтому можем сейчас смело мазать красным или синим фиксатором красным или синим красным прям на ухо намертво все закручен до заранее цель закручен вот такой у нас фиксатор жмылоки летают прямо не стесняясь мужики о чем за 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 стрелку да нет как-то надо пробить чем-то нет ничего такого какой-нибудь с этой булавки не знаю это же толстая какой-то он этот надутый но не выходит ну попробуй смотри что влазатель не этот а вот там где-то закончился такой он даже тюбик не 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 сжимается просто под воздухом каким воздухом да щас там давай давай скрепку или булавку было такое давай сюда было все пробили рабицей как раз подошла не знаю почему блин ну ладно палец то зафиксируем ух ты вот как поперло ну зафиксируем палец я думаю ничего страшного чтоб уже наверняка наверняка точно смотри это уже все на веки вечно и как говорится и как говорится блин она такая ну липковатая не сказать что прям супер-пупер а вот опачок все таки рабица рулит и когда нет под рукой шила мыла закручиваем наглухо и все а там застынет будет как ух ты ну переборщили ну пойдет все сейчас сейчас тряпкой сделаем сейчас оботрем чтоб во внутренне попало ясен пень надо ему постоять там сколько то минут хотя бы 30 а ты все равно сегодня оставить не будешь все тогда нормалек все теперь вот так раз фиксируем как нибудь попробуем опа раз фиксировать и достать болт вот получилось за по лицу ничего пойдет нормалек запись вот вот такой получился друзья гужончик на 12 шаг 1.25 засандолили короче я не знаю ну не так от души водитель выпал елки-палки вот так на болтики не не потеряй на тебе ключ остальное все мое в общем сделали вот такую пластиночку из шестерки здесь я коронкой на 22 пробурил ну получилось на 22 с половиной не знаю видать вибрация была в общем то что нужно вот здесь тоже 22 с половиной вот тут ну тут есть бортик такой как вы показать вот с одной стороны и вот с другой и вот тут должна где шайба была только что лежала такая ухо где она вот она вот такая вот причандалина так вот она здесь должна крепиться и вот там зазор надо этот как-то убрать в общем сделали вот такую штуку что это трубочка давай вот сюда сделаем такую штуку либо либо и так немножечко разная ну как по по отношению сторона одна к другой может быть даже вот так и вот так даже лучше становится даже по отверстиям совпадает вот она тоже шестерочка но она вот если нажать на край она приподнимает другой то есть если прижать вот так вот ее полностью то она ее прижмет просто капитально без всяких зазоров то есть она чуть чуть больше вот вот этих вот выступов чуть-чуть ну то есть их нужно синхронно тянуть один другой один другой и все единственное теперь надо выбрать вот здесь немножечко либо напильником либо болгаркой под болты так чтоб она стояла в том месте в котором она должна стоять вот и не сдвигаться она прижмется посадится я так понимаю на герметик или вот так или вот так я не знаю как она должна стоять я не камазист конечно но судя по всему скоро скоро стану специалистом по камазам сейчас мы еще покажу там в машине лежит что там в машине у тебя ты привозил топливный насос аппаратуру топливную аппаратуру там втулили вот покажу как сделан а что еще мы делали тяга тяга какая-то она у тебя здесь там там еще тяга была где-то тут стояла такая длинная мощная кусок метчика высверливали вот камаз конечно купленный поэтому тут перебирать перебирать и перебирать я помогаю чуть-чуть да класс нормально вот как-то так в общем ну такая вот тема вот здесь мы еще резьбу поправляли ну это чуть раньше вот тут тут вообще надо было конечно снимать импровизированным чем мячиком да из болта самодельным фрезерованным в станке направили все и вот это потом уже закрутилась так как нужно а тут был болт еще оборванный в этом в этом гужончике или как он называется галушка я не знаю крепление какое-то еще был болт оборванным его сверили доставали и так же все это поправляли ну короче тут капец на вот еще болт вот как-то так так а че мы делали а мы вот здесь вот блин ни хрена себе мы ее не доставили это не материсты вот так вот сейчас да вот шестигранники нашел какой-то у тебя тут просто не нужно шевельнуть и достать очень все плотненько короче какая-то втулочка которая вот эту всю держит вот сейчас мы делали три крепления три вот на трех креплениях вот стоит я так понимаю на трех да вот этих вот штуках вот это стоит вот эта аппаратура вот здесь вот заводское вот с этой стороны ничего если я вот так вот поверну с этой стороны мы втулку делали я а чем я фрезой круглой шаровой фрезой на 16 проходил отверстие тут яйцо было потом на станке вытачивал втулочку нужного размера мы ее сюда запрессовали при помощи колдометра вот вот и все теперь сейчас все это плотненько уже засверлено просверлено становится доставал я при помощи воротка можно сказать также и с другой стороны только не с этой с этой еще более-менее да ну да с этой более-менее так же и со второй стороны вот здесь тоже завтулина это на 14 там на 16 вот все ну до того плотно смазать почистить в общем еще ходить будет и ходить вот как-то так ну это проверяли загоняли до конца доставали ну попросили сделать так сделал так такие вот дела ну тут валюмишки понятно все все попроще здесь прям с хорошим таким натягом но от руки ну при помощи можно еще молоточка но тем не менее достается вот такая вот была сегодня работенка так все мужики на этом как бы все здесь сделали там сделали там показал там рассказал батарейка вздыхает всем пока с вами был Санек и КАМАЗ скоро увидимся и а Субтитры создавал DimaTorzok